Как ты чувствуешь о борьбе и победе? Я планировал победу, и я счастлив. Ты думал, что он был более сложным соперником? Что я ожидал, то и получилось. Я думал, что он вышел так же, как я представлял его. Он был тяжелым физически. Я знаю, что он не играет хорошо. Это был хороший стиль для меня. Но я ожидал. Но, конечно же, колени, которые он показал в прошлом бою, обязательно надо было остерегаться тебе. Правильно? Конечно, я остерегался колени и левого бокового удар. И у нас был план не останавливаться и все время давить на него своей борьбой. Если я стойке рубился, это был бы его козырь. Конечно, к ноге, это я обязательно нужно все за просмотр. Также он левый бок. И, знаете, одно, что я знал, что нужно делать, это просто поддержать его и продолжать пресс-пресс. Пресс-пресс. Почему ты выбрал этот лагерь из всех этих лагерей, которые ты мог бы присоединиться? Ты можешь поговорить о том, как ты не смог сбросить вес на этот бой, что ты пытался предпринять для того, чтобы на второй раз попробовать сбросить вес? Во-первых, человек и всем людям свойственно ошибаться. Я чуть-чуть не рассчитал, и последний килограмм я уже не был в состоянии. Я еле ходил, и у меня все силы закончились. И не смог просто вес гонять. И согласился, что 20% заберу. Ты знаешь, я человек. Обычно это было человеческое ошибка. Я очень трудно пробовал. Я профессионал, но, unfortunately, это просто получилось, как я делал. Я очень трудно пробовал. Я делал все, что я мог. Я очень затянулся. Расскажи, пожалуйста, немножко о инциденте с Эйбл Трухилов. Что именно случилось? Почему у вас там была такая конфронтация? Перед выходом на завершение, за кулисами, я к ним подошел и протянул руку. И извинился как профессионал, то, что я не сделал вес, потому что я профессионал. Я должен по-другому к этому относиться. И когда я протянул руку, он не пожал мне руку. Там, где я вырос, это большое неуважение. Мы там уже зацепились чуть-чуть. А когда уже вышел, когда он начал бодаться, я уже толкнул. Я знаю, что я с вами встретил, я наставал, что я с вами полагаю. Я хочу спросить, чтобы не им было делать. Я не сделал. Я не сделал. Он не сделал. Он действительно недоступил меня, потому что, как у нас в своем доме, это очень большое, в моей доме, и это очень очень милые. И это оченьarnо, что я сказала, что в начале вечера была. Я нюхаю как в Уренении вы делаете что-то другое. В Австрии, в Брагансе вы300. В Брагансе мой сомбоом более чем BJJ, это не Виг. Браганном бомбой сомбо. О, извините, самбо. Мы вернулись, это не самбо, мы говорим о бразильном танце самбо. О, окей, я понял. Коммуникация, я понял. Это просто типо. Это то, что мы всегда можем надеяться с тобой, делая интересные вещи и каждый раз? Знаешь, каждый раз ты что-то новое преподносишь на всех взвешиваниях, на всех боях, например, что ты носил рубашку, футболку, где написано было про самбо и джиу-джитсу, теперь у тебя папаха, такой инцидент. Мы можем от тебя ждать что-то новое каждый раз? Просто я это все не планирую и как-то само все получается. Ни футболку, ни парик, ни то, что я его толкнул, вообще ничего я особо не планировал. Просто само так получается и вызывает ажиотаж повсюду. Я не знаю. По жизни я такой человек, что поделать? Honestly, it just kind of happens, you know, the way it is. I don't really put any time into planning this stuff. It just so happened to be. I mean, like the incident with Abel and, you know, obviously I wore the shirt. It was kind of last-minute thing, but it's nothing that I planned to do. But who knows what happens next? Next, let's talk about what's next. You have a 20-fight win streak now, and in the UFC you haven't lost. So what do you want to do next in the UFC? What do you see as your next fight, maybe? You have a great record, 20-0. You haven't won the UFC yet. What would you want to see in the next fight? It's no difference. Who will they give, who will they give, who will they give. I'm very strongly prepared for all fights. It's no difference with who will they give. You know, it really doesn't matter. Whoever the UFC decides to put in front of me, I'm ready to face them. So I don't really have any particular plans. I'm not going to call anybody out. Are you aware of the high regard that many MMA media have for you? And in terms of thinking that you could be the next right thing, are you aware of that? And how do you process that? You know that most of the media centers are very good at you. On television, in the press and so on. Do you know about that? And what do you think about that? With my record and having done so well in the UFC, with my performance in the UFC, I think anybody would be in the center of attention. But yes, I'm aware. And how are you received when you go home now? Have you gone back to visit and stuff? Now that obviously you're training in the States more, but what's the reception like when you go home? You know, I know that my parents are waiting for me, so that's enough. That's enough for me. Any plans to celebrate tonight in Las Vegas? What are you plans to celebrate today in Las Vegas? To eat pizza and sleep. I'm going to eat some pizza and get some sleep. You wear the wig while you go out. You wear the wig when 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 you go out. There are a lot of people going to be asking for it. So I'm just going to keep it home. I know that look very well. Since mine's not blonde. I know that look very well. Since mine's not blonde. I'm a sportsman in all types of sports. He and Ronaldo, of course, in football. And when I first saw him, I had such a feeling. It was a little different. I thought 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 it was a little different. to really meet him. You know, it was an amazing experience for me. You know, the two biggest, like, sport characters or athletes, you know, in my mind, were Mike Tyson and Ronaldo in soccer. And, you know, having met Tyson already satisfied one of them. How about that? You actually look like you gave Tyson the highlight of the day. Have you seen those videos? And what was your reaction to that? You know, I wasn't planning to kind of give that satisfaction to Mike. You know, it happened. I think you liked it. You know, I mean, I saw the afterwards. You know, I saw the videos, but I wasn't really planning on it. But... If you could just talk a little bit about Cain Velasquez. Obviously, he's one of the leaders at AKA. He's somebody that people look up to. And I'm just curious how you feel he'll do tonight and what kind of a champion you think he is. If you can talk a little bit about Cain Velasquez. And, of course, you train with him in one room. If you can talk a little bit about him himself. And what do you think he'll be a champion? What do you think he'll be tonight? Cain Velasquez is the most real champion. And in the spirit, and in the way, 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 in the way. I've never seen such a powerful athlete. I'm playing in the 70s. He's playing in the pitches. We do some exercises, but when we do the performance, we do the same. And I'm really proud of him. And I'm really surprised how he can have such a heavy weight. I admire him. I admire the endurance that he has for the heavy weight. He's really good. He works really hard inside the gym. I do a lot of things together with him. Obviously, we're in different weight classes, but a lot of strength and conditioning. A lot of the drills we basically do together. So, I know him really well. Great man. Great endurance. I think he's a true champion. I think he's a true champion. I think he, Velasquez, and Cain Velasquez, every day they fight, they do sparring, they train together. And while they're going to be together, I don't think they're capable for them. You know, Cain Velasquez and Cain Velasquez work out together. They're good sparring partners and they wrestle together every day. So, I think that as long as they stick together, neither one of them will be beat. Congratulations. Thank you guys. Congrats.